всем привет дорогие друзья меня зовут твист и сегодня будет такой вот у нас необычный летсплей он будет с камерой и не обращайте внимание то что я смотрю куда-то в другую сторону потому что я с камерой работать не привык и поэтому будем привыкать ну если вам понравится такой формат именно с камерой вы видите чтобы вы видели меня то можете написать в комментариях и я так сказать продолжу снимать с камерой хоть ролики конечно с камерой будет выходить чуть реже потому что монтировать их довольно таки будет муторно это дело вот ну а если вы конечно не видим вот это вот это вот лицо то значит я не что-то не понравилось короче что-то не понравилось и я решил все таки камеру не вставлять ну что же давайте меньше разговоров больше дела давайте приступим уже к нашему летсплею так значит что я успел сделать без съемок ну без съемок я во первых давайте я спущусь немножко во первых без съемок я чуть-чуть начал перетаскивать вещи так я чуть-чуть упал здесь так давайте поднимемся и я во первых без съемок я уже начал перетаскивать потихоньку вещи как можно заметить вот тут уже есть два сундука здесь булыжник и кучу всякого такого так сказать редстоуна железо короче золото и прочего ну и также я начал делать нашу так сказать ферму мобов точнее как я начал ее делать немножко увлекся и практически я сделал но мы сейчас ее будем доделывать там еще надо немножечко ее доделать так давайте я поднимусь на будет сделать какие-нибудь ступеньки надеюсь так давайте я отправлюсь к нашей ферме опыта и будем ее доделывать бум и еще немножко совершенствовать этом хочу пару поршней поставить и поставить один этот раздатчик чтобы можно было могов спавнера сгонять в общем вот такая вот комнатушка у меня получилось и вон там вот как вы можете увидеть спавнер то есть если мы вот сюда вот спустимся тут такая вот комната 10 сюда будет вытекать вода и они будут падать вон прямо вот на эту деревяшку а там я их уже буду добивать так давайте мы поднимемся и вот так заберем вот этот камень камень да и давайте наберем собственно говоря воду и будем будем так вот бегать сейчас и выливать воду в те так сказать места которые я уже заранее подготовил я не мы как я уже сказал я немножко увлекся и решил сделать все основную этот декор весь без съемок давайте кстати я спущусь вниз здесь такая вот у нас винтовая лестница будет и можно будет собственно говоря так вот спускаться и вот здесь добивать маму здесь такого один блок и здесь полу блок стоит и вот тут можно будет добивать этих скелетов давайте мы назад поднимемся так конечно винтовая лестница ну ничего страшного может в скором времени мы лифт сделаем так давайте спустимся сюда были им здесь воду давайте пока что вот здесь поставим камень чтобы можно было удобно нам подниматься и спускаться такс идем опять за водой такс кстати говоря ребят если ролики не выходят в срок то значит есть пост об этом в твиттере можете зайти и подписаться на мой твиттер и там узнавать все самые свежие новости из моей жизни там я буду постить всякую вакханалию так сказать так давайте вот это тоже и давайте еще два ведра воды вот это конечно бигетня мне не очень нравится ну ничего страшного сегодня мы также будем немножко улучшать так сказать нашу ферму а именно улучшать ее поршнями и одним раздатчиком так давайте еще два ведра воды и все и будем наконец-то хоть какую-то механическую хреновину делать так давайте так и последний наш так сказать наш так сказать ведро воды и давайте давайте сразу наверное я отправлюсь сделаю поршень и короче поршень и короче поршень раздачек и два рычага мне нужно будет сразу наверно отправлюсь еще старый дом и сделаю так сказать нашу эту сейчас возьму короче стрелы для раздачика чтобы можно было мобов со спавнера сбивать оттуда точнее скелетов много фаиме скелетов так что нам нужно для для поршня в принципе помню что нужно это дерево это булыжник редстоун и железо так не значит нужен только редстоун зачем вот это сюда по моему нет вот так это сюда и вот так да получается у нас обычный поршень теперь не нужно сались давайте возьмем слизь и поставим ее вот так и вот у нас получается липкий поршень а что нам нужно для раздачика дроппер вот диспенсер ага нам нужен будет лук и редстоун так а у меня лук есть нет у меня лука нету две книжечки ну ладно давайте мы телепортируемся на так я понял телепортируюсь на дом 1 и возьму оттуда лук и всю прочую хреновину кстати говоря для тех кто не видел я вот так вот сделал вот этот проход который я говорил вам что буду делать вот получусь вот такая вот красотища мне прям очень дико нравится и давайте так вот так красиво смотрится давайте заберем ваша бук и а умнейшие 7 ниток чё я парюсь то так а ум делается по моему сколько я помню вот так да чё то я затупил немножко ну ладно ничего страшного не посмотрел в инвентарь бывает так берем значит редстоун и делаем нет стоп 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 вот так потом вот так и обкладываем все отлично так живем жируем так ладно теперь мне нужно два рычага сделать рычаги по моему делается вот так да так теперь 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 идем назад у нашего так сказать место и будем наверное тащи не наверное будем делать вот эту всю хрень нашу принципе там из механизмов толком ничего не будет будет все очень и очень просто и примитивно но я хочу сделать именно на записи хорошо по не говорили что я в креативе это все делал и прочее так давайте спустимся нальем воды и как раз это будет последнее ведро так и не последнее предпоследнее ведро вот какому а нет стоп последнее у ну ладно давайте а у меня же есть очень интересный мод который не работает почему-то сейчас давайте а нет стоп вот так и теперь вот так залазим и убираем все отлично сборочку я в скором времени выложу в описании не знаю точно когда но выложу ее точно так теперь значит нам нужно поставить дракер примерно вот но тащи не примерно на уровне спавнера вот где то вот здесь у нас будет стоять давайте вам так поставим вот отлично теперь забираем наш вот эти блоки такс для чего нужен этот дракер для того чтобы когда мог бы спавнится именно наверху спавнера можно было их стрелами убирать оттуда такс у меня как раз вот есть 80 стрел можно загрузить так как это спавнер сказать давайте я наверно воду точнее звуки сделаю потише вот так вот что вообще не помогало вот так лучше звуки воды вообще уберу что-то вообще чуть-чуть не помогает о давайте в общие звуки уберем вот так и спустимся вниз и сделаем так сказать люк чтобы можно было скелетов наших именно выпускать отсюда так давайте где-то вот здесь поставим были намешь вот отлично и давайте здесь поставим поршень который будет направлен на меня вот так здесь поставим вот так блок и здесь поставим вот так блок теперь ставим сюда помог и вот ага стоп 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 что-то я затупил немножко а как-то она будет двигаться надо поршень ставить вот куда-то вот сюда вот сюда давайте вот так и то е-мое вот так отлично так я посмотрел там запись идет не идет так теперь вот сюда спускаемся где-то здесь ставим рычаг активируем его можно принципе сделать чтобы он сбоку тут ставился и активировался вот тут допустим да давайте мы тут тут нужен кусочек наверно арт стол надо так стоп 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 да здесь нужен кусочек редстоуна сейчас я пойду наверное его возьму и как раз сделаем вот эту хреновину так давайте быстренько даже не кусочек редстоуна редстоун фоккел нужно будет давайте такая узнаете серия на беготня получается туда-сюда ну ладно это простительно я думаю уже начнем уже в скором времени будем здесь строить огромный форт я придумал что я буду строить то будет огромный форт который будет просто влит в эту скалу и мы будем его строить так что будет механизм и начнем и наверное с лифта но для начала мне надо будет именно насобирать кучу кучу слизи слизь можно будет я думаю вот в этом каньоне те слизни будут спавниться и мы будем добывать ее так начни нужен красный факел это нужно я возьму на всякий пожарный и редстоун и один красный факел вот так все телепортации я не хочу юзать потому что это будет слишком читерски я буду юзать ее только между двумя домами и все я не хочу сильно прям ее часто чисто чисто часто пользоваться и потому что ну как бы это немножко будет читерски все-таки ванильный майнкрафт вот а карту я чисто для своего удобства поставил чтобы можно было если я потеряюсь где-то найти где я нахожусь и найти где мой дом так вот мы пришли в наш так сказать моба ферму давайте спустимся вниз так что-то немножко пролагала то мне не нравится давайте вот тут уберем вот этот блок и поставим здесь красный факел там по идее все задвинулась да отлично если я активирую у нас откроется поршень отлично давайте теперь проверим нашу ферму но для этого нужно поставить давайте hard поставим я уже слышу как начали спавниться скелета и я забыл меч кстати говоря вот они они жмутся так сказать о чем они не падают вниз что мне это вал-вал-вал-вал-вал-вал-вал-вал-вал-вал-вал блин я отсюда не выберусь уже они сейчас друг друга перестреляют а я пока сбегай за мечом давайте я все-таки заберу меч и давайте я сбегаю замечем и вернусь давайте и раз и два и три и так вот я сбегал за своим мечом собственно говоря давайте подождем каких-нибудь скелетика давайте я лучше сделаю вот опять уберу сложность так давайте что они вообще не спавнятся эти скелеты мне это вот наконец-то давайте уйдем отсюда и в окошко проверим да один упал и все у нас отличная работает все мои расчеты все окей был что-то я сказал сам не понял так а вот это вот мне не нравится то что здесь один бог вот он один скелет у нас раз два три четыре отлично теперь мы можем вот так вот собственно говоря добывать опыт добывать кость добывать добывать стрелы вот то есть все отличная костная мука теперь у нас ее будет очень и очень много нам просто дико повезло то что рядом с нашей базой оказался спавнер скелетов то есть теперь мы можем их вот так вот пинать давайте по идее три удара на нашу скелетом и их убиваю так у меня уже 20 костей опять 8 стрел вообще шикарно давайте мы назад поднимемся наверх и так вот видели то есть если вдруг вот здесь будет скелет я прям прям услышал то что он там стоял то я его могу просто стрелой оттуда вас сбить с этого спавнера и все все у нас будет окей давайте еще чуть-чуть подобываем к стенам аук выпал еще один аук выпал к стещелку можно добывать даже 21 на силу 2 короче лука на силу попал причем один практически полный но можно починить и будет все просто чики-пуки так у час если у нас да у нас один полму скелет есть заспавнился нет у нас не заспавнился в общем вы поняли как эта тема действует и надеюсь что надеюсь надеюсь все будет окей это будет тема работать так давайте еще подобываем немножко опыта вот а стрелы нам нужны будут так давайте закроем это все дело кости говоря у нас наступила ночь и это конечно не очень хорошо скелеты там падают себе спокойно давайте мы положим еще вот и 5 12 стрел уже 31 кость давайте мы в сундук сложим это все дело то нам не нужно и я предлагаю телепортироваться на первую базу еще чтоб эту серию разбавить как-то я сделаю стол зачарования у меня по-моему были эти как их называют была бумага о ее и сразу два скелета ни хрена себе что-то как-то вас ребята до хрена так мне сейчас убьют наверно да не убили ну ладно ничего страшного я тут же и заспавлюсь так давайте мы его этого скелета умри были нет отлично все мы его убили забираем мясо наше здесь какое-то накрытие сделать чтоб они сверху не лезли у меня где-то был этот тростник раз и все что ли тростник 2 кожи 3 и вот еще тростник так как там делается книжки у меня вопрос давайте найдем книжки давайте я пропишу бук вот вот она все 33 листочка бумаги и этот как его и кожа давайте мы кожи вот так положим и сделаем пять книжек теперь что нам нужно для стола зачарования так об сидиан нужен нужен обсидиан так а где у меня есть лава лава у меня есть в каньоне можно туда будет быстренько смотаться точно давайте мы чтоб разбавить эту серию у меня принципе все есть кроме а вот обсидиана давайте мы телепортируемся быстро сюда ниша алмазная кирка моя где так как где моя алмазная кирка она наверное осталась на первой базе ну давайте телепортируемся на первую найдем эту кирку и надеюсь она не пропала потому что пять минут вроде как не прошло да вот она на входе тут лежит давайте назвать телепортируемся просто серия по телепортом и побегать не туда-сюда ну так давайте вот сюда есть как раз ведро и можно забрать нет воду я здесь не наберу надо лезть аж вон кто и к тому месту он кстати железо надо добыть да я уже тут по моему в прошлой серии я тут и падал вот поднимался так это пока что будет наверное такая как даже не вводная а пробная серия с камерой я ее долго записывать не буду и быстренько вот это все добудем эту воду отлично и теперь нужно нужна нам лава вот как раз вон она у нас есть надеюсь что из этой хреновины получится 4 обсидиана хотя я не очень точнее сомневаюсь давайте вот тут мы полин вот почему когда надо этот мод работает когда не надо он не работает точнее наоборот что-то я сказал сам не понял так один обсидиан у нас есть давайте его сразу добудем давайте в общем-то я добуду обсидиана и мы вернемся давайте и 1 и 2 и 3 и так в общем-то я уже добыл нужное количество обсидиана в общем-то я добывал в том каньоне точнее искал в том каньоне но и большого в этом не оказалось потом я вспомнил то что нашей шахте есть вот такие вот лавовые озера мне пришлось кстати к ним прокапываться потому что так сказать здесь чанг вот здесь вот где был раньше вход здесь просто-напросто стоит чанг и мне пришлось прокапываться сейчас даже вам покажу где прокопался кстати я улучшал ферму слизней а потом все у меня похерилась так вот тут я вот по моему прокапывал да вот здесь я вот прокапывался вот вот да вот тут ой крипер 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 не 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 чувак не ну ладно взрывайся так давайте я отправлюсь на нашу базу вторую где у меня все ресурсы нужны и давайте мы сделаем уже наконец эту зачаровалку так сказать как приятный бонус что ли они там надо и все и вспомню надо два алмаза а сверху книжка сюда книжка вот сюда основание из обсидиана и два алмаза все получаем enchantment table или просто энчартер давайте его где-нибудь пока поставим вот здесь и у меня есть ага мне мне кстати на книжке на книжную полку не хватит надо начинать еще делать фермы может следующей уже серии я подготовлю место и мы будем делать ферму следующей серии ферму пшеницы будем делать ферму тростника будем делать автоматическую все будем делать автоматически и так что у нас здесь еще а нет хватит на одну книжную полку хватит если три книжки да на одну книжную полку хватит но этого мало чтобы зачаровать x типовым один раз умер а ну да я шубе окей она у меня есть лазуриджи побольше возьмем попробуем зачарить так у меня собака загавкала надеюсь вы этого не будете слышать смайта откидывание да давайте она прекратит гавкать и я вернусь 1 2 и так вроде как пока моя собака перестала гавкать для тех кто кстати не знал у меня собака такса на этом я думаю мы закончим такую вот серию я сделал ферму скелетов вот сделала чатный тейбл в общем думаю такая знаете серия не не очень принципе получить насколько мы так толком ничего здесь и не сделали но следующая серия мы будем уже начинать строить так сказать наши наши фермы будем строить это основное основное то что я хочу построить и вот следующей серии я уже буду подготавливать места где мы будем еще не подготавливать места вы уже за следующей серии строить я без съемок подготовлю место ну чтож на этом я думаю я закончу всем спасибо за просмотр данного ролика надеюсь он вам понравилось так у меня наушник немножко вылетел из уха надеюсь он вам понравился надеюсь что мой пейс вас не смутил так сказать вот на этом все всем спасибо за то я мое что что-то падает что наушник на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр данного ролика подписывайтесь на канал ставьте большой палец вверх всем спасибо всем удачи и всем пока